Просто невозможно передать, просто невозможно описать, как ты благ и милости в камне Иисус. Здравствуйте, дорогие ребята, а мы с вами читаем Библию вместе и с нами Сифора и Версавия. Итак, друзья, мы с вами в прошлый раз читали 20, какую? 29 главу книги Бытие. И в этот раз мы читаем 30 главу книги Бытие. Мы рады, что вы с нами, и девочки хотят напомнить вам 5 книг Библии первых. Давайте, девочки. Первая. Бытие. Вторая. Исход. Потом. Левит. И числа. Числа. И второзаконие. И второзаконие. Первые 5 книг Библии мы с вами читаем. Какую? Мы с вами читаем книгу Бытие. Давайте откроем с вами 30 главу, но прежде помолимся, чтобы Господь благословил нас и дал нам понимание Его Слова. Господь, мы любим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. И мое желание и желание деток послужить Тебе. Благослови каждое сердце понимать Слово Твое, чтобы Слово Твое отражалось в наших сердцах, чтобы мы любили Тебя и славили Тебя. Аминь. Мы читаем 30 главу книги Бытие. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Итак, мы с вами видим, какое состояние у Рахиля. Что она сделала? Она увидела, что у нее нет детей и... Позавидовала. Она позавидовала. Кому? Якову. Нет, не Якову. Кому она позавидовала? Сестре. Своей сестре. А как звали сестру? Лия. Сестру звали Лия. Мы с вами помним по предыдущей главе, что у Лии были дети. Она рождала. Помним имена? Рувим, Симеон, Левий и Иуда. Эти четыре сына появились у Лии, когда Бог воззрел на нее, увидев, что она не любима Иаковом. А Рахиль была любима, но детей у нее не было. И вот, Рахиль, мы видим, она несчастна от этого, и она позавидовала, и она приходит к Иакову и говорит, дай мне детей, а если не так, я умираю. Рахиль очень сильно чего-то хочет. Чего она очень хочет сильно? Детей. Она очень хочет сильно детей. Скажите, а что она говорит, если детей у нее не будет? Я умираю. Я умираю. Детки, она хочет, как мы видим по Писанию, детей получить больше, чем любить и славить Господа. Почему? Потому что она говорит, если не будет у меня детей, то я умираю. Представляете? Она не хочет жить, если у нее нет детей. Это говорит нам о сердце Рахили. Давайте продолжим чтение. Иаков разгневался на Рахиле и сказал ей, «Разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?» Она сказала, «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». И дала она Валу служанку свою в жены ему. И вошел к ней Иаков. Вала, служанка Рахилина, зачела и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, «Судил мне Бог и услышал голос мой и дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалим. Как звали служанку Рахили? Вала, да? Ее звали Вала. Вала родила двоих сыновей Иакову. И так как эта служанка принадлежала Рахили, то все, что принадлежит этой служанке, тоже принадлежало как бы Рахили. Поэтому дети этой служанки Валы, они, Рахиль их как своих подразумевает. И так мы видим с вами, что и Рахиль теперь имеет радость, да, имея двух сыновей от служанки. И мы читаем дальше. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою зелфу и дала ее Иакову в жены. И он вошел к ней. И зелфа служанка Лиина зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась. И нарекла имя ему Гад. И еще зачала зелфа служанка Лии и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоновые яблоки в поле. И принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии сестре своей, дай мне мандрагоров сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и до мандрагоров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего. Итак, детки, мы здесь видим такую, такое competition, соревнование, да, такую борьбу между двумя сестрами. Между Лией и Рахилью. И мы с вами видим, что эта борьба, она какая-то не очень хорошая, правда? Они делят Иакова между собой, соревнуются в количестве рождаемых детей. Однако, детки, вот мы видим с вами такую историю. Я знаю, что эта глава для вас пока сложная, но когда вы вырастите, вы будете иметь ее в виду, что вы ее когда-то читали. Поэтому мы продолжим чтение. Иаков пришел с Поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Исахар, что значит возмездие. И еще зачала Лия, и родила Иакова шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. Итак, мы видим, сколько детей у Лии? Шесть. Нет? Семь. Шесть сыновей и одна дочка Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня. Ага. Итак, детки, мы с вами видим, как это было важно иметь детей. Правда? Итак, детки, мы с вами читаем о том, что они соревновались, зачинали, рождали. Рахиль говорит, снял Господь позор мой. О чем это говорит? Насколько важно было иметь детей? После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и я пойду в свое место. И в свою землю отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. И я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван, ой, если б я нашел благоволение пред очами твоими, и примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома. Так, пришло время Иакову что сделать? Уйти. И пришло время, когда он уже столько отслужил Лавану и прожил у него уже 14 лет, да? И мы видим, что он отслужил 7 лет за Лию случайно, 7 лет за Рахиль. И вот пока они рождают детей, еще проходит время. И мы видим, что Лаван не хочет его отпускать, потому что он видит, сколько прибыли и сколько благословений принес Иаков Лавану в его дом, в его стадах, да? И сказал ему Лаван, что дать тебе? Иаков сказал ему, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградой мне и будет мой. И будет говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденая это у меня. Лаван сказал ему, хорошо, пусть будет по твоему слову. Делил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех на которых было несколько белого и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим, и назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот лаванов. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яровых, и вырезал на них, Иаков, белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделил Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому, и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лаваном. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Итак, друзья, мы с вами здесь видим такую историю, что Иаков хочет забрать, Иаков хочет отделить и развивать свое скотоводство, потому что ему нужно устраивать свою жизнь. У него 11 сыновей, дочь Дина, и вот таким образом они договариваются разделить стада. Но хитрый лаван, он забирает, вытаскивает из стада всех пятнистых. Почему пятнистые были такие редкие? Потому что в то время на Востоке примечательными были одноцветные животные. Их было больше и редко, когда выстреливала такая порода, как пятнистые. И что делает Иаков? Он берет и устраивает из веточек такие ограждения. Он укладывает эти веточки таким образом, чтобы получилось пятно. И когда скот подходит, он видит и зачинает, и рождается скот с пятнами. Так, вот такой вот хитрый трюк совершает Иаков, и начинает зачинаться пятнистый скот. И мы с вами читаем, что и доставался слабый скот лавану, а крепкий Иакову. И мудрость, и хитрость, и знания Иакова, они во многом превзошли даже вот этот вот лукавый поступок лавана, в котором он забирает пятнистый скот. И мы видим, что Иаков разбогател весьма. Друзья, глава достаточно сложная, и я думаю, что мы с вами остановимся на этом. Не будем больше и глубже ее разбирать. Мы могли бы, но я думаю, что сейчас нет для этого необходимости. Давайте просто подведем итог. Итак, у нас есть две части. Первая часть, где Лия и Рахиль, в общем-то, почти чуть ли не дерутся за своего мужа и за количество детей. Мы видим, что деторождение очень важное. Мы узнаем, что Лия родила семерых детей. Мы знаем, что у Рахили было двое, плюс их служанки также. Итого Иаков остается с одиннадцатью сыновьями и дочерью Диной. И мы с вами также видим вторую часть главы. Это вот была первая часть, а теперь вторая часть главы. И вторая часть говорит нам о том трюке, который Иаков использует, чтобы размножить качественный, крепкий скот. И он готовится к тому, чтобы выйти из земли, где живет Лаван. И таким образом подготавливает себе свою часть, свою долю. Вот такая вот интересная глава. Я надеюсь, что, несмотря на ее сложность, она показалась вам интересной. И если вы захотите задать вопросы вашим родителям более подробно, я уверена, они смогут вам помочь и объяснить. Ну, а мы с вами завершаем этот урок. Давайте помолимся и увидимся с вами в тридцать первой главе. Господь, благодарим тебя за слово твое, за... Несмотря на то, что глава сложная для нас пока, и детки пока, возможно, много не поймут. Однако, мы благодарим тебя за то, что у нас есть возможность знать события этой главы. И в свое время мы верим, что ты откроешь и дашь каждому мудрость понимать ее всецело. Аминь. Ну что ж, а мы прощаемся с вами. Девочки уже устали, пошли отдыхать. Но я прощаюсь с вами до следующей тридцать первой главы. Пока-пока. Пока-пока.